Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани меча». У нас был небольшой перерыв, потому что мы немножко отдыхали от чемпионата мира, который прошел в нашей стране. Мы делились эмоциями, воспоминаниями, чувствами. И вот, наконец-то, пришла пора нам окунуться далеко не в свое болото, а в наш настоящий российский чемпионат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Можете звонить и рассказывать о своих впечатлениях. Итак, давайте, друзья мои, сразу посмотрим сами и напомним нашим телезрителям квалификацию Лиги чемпионов, где выступал наш российский клуб. Итак, паук «Спартак» 3-2 в гостях сыграл «Спартак». И дома, к сожалению, для не только, наверное, «Спартаковских» болельщиков, но и вообще российских болельщиков «Спартак» не смог забить одного мяча, которого абсолютно хватило для того, чтобы пройти в следующий раунд. Кирилл, понятно, есть недосказанности определенные у команды, есть огорчение болельщиков, но все-таки паук, мне кажется, надо было все-таки проходить. Видишь, Олег, дело в том, что я не смотрел ни одного матча, ни первого, ни второго. Я как раз был в Греции, отдыхал. Я планировал съездить в Спартак. Хорошо, давай тогда поговорим о Греции. Ну да, о Греции. Учитывая, что и клуб, в общем-то, оттуда. Да, и как раз я наблюдал там, не очень много было болельщиков паука, но они болели. А трансфальта там просто не было, я не смотрел. Я же когда домой приехал, я, собственно, посмотрел нарезки, посмотрел обзоры. По первому матчу у меня сказать, вообще молчу есть сказать, какое-то затмение после 2-0. А по матчу второго «Спартак» и смотрелся хуже, чем паук. У паука было больше возможностей забить. И Савиди, насколько он неприятный тип, неприятный товарищ, он правильно сказал. Они унизили «Спартак» на его арене при зрителях. Если брать шире, не только эту еврокубковую историю, то, что паук надо было проходить, это безусловно. То налицо растренированность лидеров. Вернее, даже не растренированность, а отсутствие формы у лидеров команды, который, соответственно, хорошо играет только Зобнин. Который, кстати говоря, после чемпионата мира, наоборот, должен был. Как завелся, так никак и не остановится. А еврокубковая история, ну, в плане набора очков, мне кажется, еврокубковых. Хоть в этом найти какой-то оптимизм. Я думаю, это будет лучше для России, потому что будем бодаться там с кем-то, какие-то очки «Спартак» наберет. Ну, я соглашусь, да. В Лигу Европу «Спартак» же остался. Нет, в Лиге Европы, конечно. Да-да-да. Хотя я почему-то, я думал, мы вылетели совсем. Я думал, что в Лигу Европу попадают после четвертого раунда. Ну, после третьего тоже, да. Сейчас будет также, вот «Паук» дальше же прошел, правильно, противостояние, и вот сегодня они играют с «Бенфикой». Если сегодня «Паук» проигрывает, они вылетают. Они вылетают. Они вылетают и из Лиги Европы, и из Лиги Чемпионов. А вот так вот, друзья мои. Получается, если бы «Спартак» прошел бы дальше, и играл бы сегодня как раз-таки вместо «Паука» с «Бенфикой», он бы проиграл бы в двухматчевом противостоянии и вылетал бы из всех. Вообще из Европы. Удивительно, справедливое решение UEFA. Олег, поздравляю, «Спартак»! Это был тактический ход. Не, так, в чем логика? Да. Чем они там думают, слушай, я не знаю. Такой вопрос. Понятно, что и «ЦСКА», и «Спартак» — частные клубы. «ЦСКА» в последнее время живет только на том, что играет в Лиге Чемпионов и зарабатывает деньги для существования команды. «Спартак» потерял, на мой взгляд, по-моему, миллионов 15, это минимум, да, за участие в Лиге Чемпионов, в основной сетке минимум. Это хороший трансфер один, неплохой трансфер один. Плюс «ЦСКА» живет от продажи игроков. Нет, ну это тоже понятно. Но я имею в виду все-таки Лига Чемпионов. Это большая потеря для «Спартака», и ориентируется ли «Спартак» на эту историю? Ну я думаю, что «Спартак», ты сказал, что это не полностью частная компания, да, которая, я так думаю. Ну почему? Клуб, у него один владелец «Феду», он на свои деньги содержит, как и частные. Ну у него спонсор очень, скажем так, очень большой. Спонсор может быть у кого угодно. У «ЦСКА» нет таких спонсоров, которые могут держать. У «ЦСКА», что «Гинер» содержит на свои деньги, хочешь сказать? Нет, не на свои деньги. Он тоже не частный. Но финансирование идет гораздо, скажем так, слабее. У нас три частных клуба. Давай точки на три расставим. «Краснодар», «ССКА» и «Спартак». Вот три частных клуба, честно. По-честному брать «Премьер-лигу» только три. А тогда «Зенит» ты можешь сказать, что тоже частные клубы? Нет, «Зенит» не частные. Почему? «Зенит» акционерам, «Обществу», «Газпром» принадлежит. Которым 50% принадлежит государству. Вот вы разобрались. Ответь, пожалуйста, вопрос. Интересно ли «Спартаку» эти 15 миллионов? Нет, «Спартаку» неинтересно. А для «ЦСКА» будет интересно. Понятно. То бишь вам отдать. Можно еще добавлю по матчу «Спартак» и «Спартак», «Паук». Я смотрел оба матча, и мне показалось, что «Паук» и «Спартак» это немножко одного типа команды, которую действительно... Ну, здесь больше повезло, может быть, «Пауку». «Спартак» мог пройти «Паук», как и «Паук» мог пройти «Спартак». Кроме же, если забив пенальти, сделать еще 3-3. Получается и 0-0. «Спартак» будет дальше. Да нет, ребят, если бы... Ну, понятно. Дело в том, что самая главная ошибка «Спартака» была, то, когда он повел 2-0, он просто, как и любая российская команда, она просто подсела, подсаживается и стала играть от обороны. А «Паук» он очень правильно сказал, что он серьезная команда на уровне «Спартак». Если мы знаем, как умеет играть «Спартак», когда он в форме своей... Согласись, что бардак в обороне был у тех и у других, особенно в первом матче. Был, 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 конечно. Счет по пути 6-6. Счет на топло мы видим, да? Да, да, да. Ну, пока «Динамо» с «ССК» спорит о «Спартаке», давайте поговорим о «Динамо». Немножко подобавить, один мой друг, который смотрел этот футбол, мне написал в WhatsApp, я за текстом трансляции смотрел, говорит, что ж такое, пошел чаю налить, прихожу 3-2. А было 2-0, да, естественно. Чай долго, наверное, заваривал. Да, конечно, с одной стороны мы прекрасно понимаем, что в Лиге Европы больше есть шансов для наших команд набирать, как мы говорим, евро очки. Но все-таки я больше чем уверен, что, конечно, спартаковские болельщики хотели ходить на матчи с участием Барселоны, Реала, Баварии, Арсенала, Ливерпуля и так далее. Но придется ходить на Олимпию, Викторию, на… Может, Карабах как-то. Мельды какой-нибудь, Карабах. Там еще повылетают, нормально будут там команды. Ну. Вон, итальянские, в прошлом году Милан играл в Лиге Европы, ничего. В этом году, мне кажется, Лацио будет играть. Сергей, ты говоришь, Милан играл в прошлом году в Лиге Европы. А что Милан за последние 10 лет выиграл? За 10? Да. За 10 не помню. Ну что-то… А я тебе больше скажу, не помню. Хотя в этом году… Милан уже тысячу лет, это уже не Милан. Манчестер Юнайт – это действующий чемпион Лиги Европы. Кто вам сказал? Действующий чемпион Лиги Европы. А, если Костя сказал, то да. Действующий чемпион Лиги Европы у нас вторая. Атлетика. Мадридская. Да, второй год подряд. Второй год подряд. Манчестер Юнайт – да. Нет, ну если так говорить, то испанцы вообще оккупировали. Да. Все лиги, все кубки. Вот был Суперкубок. Да. Суперкубок они играли. Два Мадрида играли. Два Мадрида, да. Да. Ну что ж, еще раз, как говорится, не хотелось бы применять именно это выражение, примите наши соболезнования. Но я расстроен, вот честно скажу, я расстроен. Я хотел увидеть Спартак именно в Лиге чемпионов, потому что уровень Спартака – это не Лига Европы. По крайней мере, вот это мое желание. Ну, а раз уж мы заговорили о Лиге Европы, давайте переключаемся на эту тему. Наши команды играли предварительный этап. Динамо, Зенит, там Зенит… Минск, конечно. 4-0, Дома, Зенит, дополнительное время обыграл 8-1, ну и Уфа – Прогресс. Прогресс – это команда из Люксембурга, Уфа, я не знаю… Из России. Из России. Да. Команда, да. Но как она… Скрипят зубами. Скрипят всеми организмами, да. Они же по свисту. А они на кого вышли дальше? У них по-моему… Глазго Рейнджерс. Глазго Рейнджерс, да. А это на Бенфику, да? Нет, нет. Паук на Бенфик. Паук на Бенфик. Давайте обсудим участие Уфы, ну буквально, что называется, в двух тезисах. Я мать смотрел. Зачем нам Уфа в Лиге Европы? Потому что кто там… Пусть люди едут в Уфу и посмотрят нашу большую страну. Ребята, ну я не могу, я вот честно скажу, я давно люблю футбол, давно у нас выходят передачи «Все грани мяча». Вот команда Уфа ни под какие вообще грани ни мяча, ни футбола, ни под… В Сибири играла в Европу. Да нет, это ужас. Подожди, это же и сейчас. А когда она заканчивала чемпионат? С Симаком. С Симаком, тренером. Достойная команда, хорошая была. И то, что смена произошла, это тут уже совсем другие распространены. В прошлом году, что ли, да, он всего одну очко набрал. Меньше всех. С Конан на новом году еще были. Да. Играл, когда в Европу, по одну очко набрал и все. Ну что это? Тоже, вроде клуб-то не в этом… Это не Уфа. Хорошо, я на следующей передаче подготовлю команду, с которым играл Краснодар и с которыми играл Уфа. Ну, Уфа прошла два тура. Ну, Уфа еще до конца не прошла. С Луксембургом и первые… Словянцы там кто-то был, да, или Словайки. Даже мы сейчас уже не вспомним. Без разницы, да. Они даже игрока оттуда купили. Молодцы. Олег, ну правда, я скажу. У тебя есть список с кем? Интересно, чтобы смотреть матч прогресс Уфа у них в Люксембурге. Олег, я согласен с Женей, хоть это и не очень сравнение. Если бы Уфа была также под руководством Сергея Симака, я думаю, футбол был бы более качественный. Просто сейчас пришел новый тренер. Если честно, откровенно, давайте говорить, Уфа отскочила, да? Не забей на этот мяч, опять же, как бы ты ни говорил, Олег, если бы до Кабы, но, тем не менее, Уфе повезло больше. А так, в том числе и с тобой, соглашусь, что откровенно смотреть их неинтересно. Но если они пройдут дальше, хотя бы какой-то очко в копилочку это будет. Слушай, друзья, неинтересно смотреть 80% матча чемпионата России. Да, соглашусь. Ну, что же поделать. Ну, пусть Уфа поиграет. Ну, а вот кого вместо Уфы? Вот давай, помечтай. Давай, помечтай. Из наших российских команд кого-то там хотел увидеть. Я промолчу. Ростов. Рубин, естественно. Ростов. Ростов. Было бы интересно посмотреть. Все в чемпионате решается. Мы говорим о том, что туда пришел Карпин, да, и Ростов заиграл по-другому. В прошлом году Карпин тоже туда уже пришел, и он не играл по-другому. В прошлом году. Ну, он не весь сезон. Ну, не, ну полсезона. Не весь, да. Ладно, давайте забудем об Уфе, как будто ее не было. Ничего себе. Чудо, чудо, которое совершил Синит. И мне кажется, что таких камбэков, товарищи, таких камбэков не бывает. Буево, четыре раза было. После 4-0 нельзя будет отыграться. А я тебе сказал, что можно. Ты видишь? Я оказался прав. Я оказался прав. У меня действительно была такая надежда, что все-таки «Зенит» должен проходить такую команду без вопросов. А помните камбэка в Лиге Чемпионов в ПСЖ Барселоны? Ну, 4-0, 6-1. Это было тоже сказано. Но там все-таки все это было в основное время. А тут 4-0 в основное. Пропускают. Надо было теперь уже забивать два и забить четыре. А еще, понимаешь, начинают говорить, что типа договорной матч. Но тогда, если был договорной матч, я думаю, что минчане бы не стали забивать мяч. В дополнительное время. Не, ну мы посоветовались тут и решили, что матч все-таки был интересен. Странный, потому что, действительно, Кирилл даже мне написал это правило. Это первый гол. А, если Кирилл даже написал, то да. Друзья мои. Друзья, может быть, договорной матч был на основное время, на 4-0. А дальше уже как пойдет, понимаете, в современном футболе все возможно. Оказывается. Вот тут ученисты. Друзья мои. Кирилла, вот тут. Да, да. Давайте скажем, как говорится. Вратарь у них играл безобразно. Безобразно, да. Я считаю, он играл до 90 минут. Первый мяч, да, на его совести. Причем команда, которая меньше пропускает в чемпионате Беларуси, какой ни на есть. Согласен. Согласен. Но давайте если про Зенит поговорим, то, что он вытворил, я вообще, я честно говоря, и про Динамо не могу понять. Да. А ничего, это носороги, что ли, играли против Зенита? Я тебе отвечу. Я тебе отвечу, Олег, ты первый матч, давайте, вот все почему-то об этом не говорят. Я прослушал все телевидение, радио, газеты там прочитал, интернет. Не говорят об одном, о составе Зенита на первом матче. Так. То есть, ты видел, Семат, какой выставил состав? То есть, там несколько игроков основы, там тот же Дзюба там и остальные не участвовали. Я посмотрел, а он что хочет, мало ли, обыграть Динамо Минск? Нет, в Минске, в Минске, я про Минске. Хорошо, в Минске. А уже когда они 4-0 проиграли, то основа уже вышла в Петербурге. Друзья мои, ну даже Дзюба Зенита должен обыгрывать. Даже не Дзюба, а те, кто сидит под... Нет, два разных матча. Два разных совершенно матча. Мы не говорим, что плохие, но он должен обыгрывать. Это другой уровень. Минский матч одно. Кстати, у Минска залетало практически все, в Минске. Я соглашусь. Так же, как у Зенита. Возможно, ребята, это настоящая игра. Да ладно. И первый матч, и второй, все было подговорилось. Вспомните, в прошлом году мы говорили, после 4-х матчей, вообще, как начал Зенит, мы ему сразу приклеили... Не мы, а ты. Стоп, спокойно. У меня все записано, Зенит. Все передачи пересматриваем. Мы приклеили Зенит чемпион. Вот не надо уметь. Ты приклеил. Вы приклеили. Не обобщай, да. Согласен. А в итоге пятое место. Не мы, а вы. Ты же даже сам признал. Не, но Зенит сейчас и по чемпионату мощно идет. Ребят, да? Ну, подождите, ребят. Ну, сейчас Нобел выбыл, да? У них ключевой игрок. Да, Зенит ключевой. А который сидел в прошлом году за властью. Дзюба не будет в составе. Представьте себе на секундочку. А где он будет? И, ну, все может быть. Все может быть. На каждого Дзюбу найдется ТТ. Турция. На Бабкин. Да. Да. Дзюба в дорогу не увешана. Ну, что ж, давайте, давайте скажем огромное спасибо Зениту. А побежь сейчас на них опять золотые медали, Олег. И мы дождемся нового чемпиона. Пусть будет статистика. Готовы? Да. Готовы? Записываем. Я даже знаю. Итак, дорогие друзья, ну, это мы сейчас, когда уже перейдем к чемпионату России, тогда я произнесу эту фразу. Ну, а пока давайте вспомним, вспомним результаты чемпионата России. Четвертый тур стартовал. Естественно, мы переживаем и болеем. Динамо, Москва, Уфа, та, которая не смогла обыграть прогресс, Люксембург попала под каток Динамо. Команда, участвующая в Еврокубках, проиграла. Ростов 4-0, Енисей, Зенит 4-1, Урал, Крылья Советов Локомотив, первая победа, первый забитый мяч нашего чемпиона. Да ладно, четырех турах? Да, Ахмад Рубин, 1-1, да. Краснодар, Спартак, 0-1, абсолютно незаслуженный результат. ЦСКА 3-0, Арсенал и Анжи 1-3, Оренбург. Друзья мои, давайте начнем с матча, в котором участвовала команда, которая от России выступает в Лиге Европы. Что это за команда? Что это за игра? Это игра Динамо-Москва, Уфа. Да. Смотрим, 3-0, Динамо, и Динамо, чуть ли не, какая у нас там единственная команда, как ты писал, да? Да, не единственная, а три команды. Три команды. Которых 0 в графе поражения, это Зенит, Спартак и Динамо. Вот, Зенит, Спартак и Динамо. Сергей, вообще, что вытворяет Динамо в нынешнем сезоне? Такой результат показывает. Не, ну как, какой результат? Нормальный результат. Уфа, участник Лиги Европы. Но они уставшие, может. Да, не, ну не уставшие, они немножко состав даже изменили, Уфа вышла так, у них, у Уфы, кстати, скамейка, я же написал, скамейка запасных была в два раза больше, чем у Динамо. Там человек 12 сидело, а у Динамо 6. Не, ну там да, там сколько-то максимально можно там. 23. 23, да. Ну, я собрал, конечно, но, значит, 11. 18, 18 за заявление. Вот, и у Динамо сидело 6 человек, и трое из них из дубля, которые играли накануне, 4-0, кстати, обыграли тоже Жаню Уфу, молодцы ребята, вот, и трое сидели на лавочке. Уфа выставила, ну, не самый основной состав, но хотя у них действительно есть кем заменить. А Динамо, вот интересно, Динамо выставила именно тот состав, который Хохлов наигрывал в межсезонье, который... Хороший состав. Хороший состав, да. Который наигран. Вот они немножко друг друга понимают, и вышел после квалификации ТТ у нас, играл вместе с Солом. Панченко вышел. Выжигали центр. Ну, Панченко играл, почему он вышел. Не, ну, играл, я имею в виду, у него штрафа была. Ну, это в прошлом году. Здесь четвертый матч он играет, четвертый матч. Первый гол забил, да, Луценко первый гол. Молодцы эти нападающие. Кстати, хочу сказать про Жазини, который пришел из Коснодара к нам, вместо ушедшего... Опять же, Спартак. У нас каждый год кто-то в Спартак ходит. Спартак Ташаева, да. И я скажу, что, в принципе, мне даже он больше, чем Ташаев понравился. Потому что Ташаев блеснул в последних шести матчей. Этот в четырех вот блеснул. Забил. У него еще два матча. У него три результативные передачи. Три результативные, один гол. Это, в принципе, для... Сережа, я думаю, все помнят по Краснодару. Конечно, Жазини, конечно, все был умный игрок. Но его, если не хватало места в Краснодаре, там все-таки перебор на его позиции. Да, и так что Хохлов в последнем трюс сказал, что ждет. У него есть три игрока уже с фамилиями, кто должен пополнить Динамо. Ну, вот я не знаю, как решат. Ну, я тебе больше скажу. Я разговаривал недавно с Хохловым. Я знаю эти фамилии. Федоров, Буслаев и Воронин. Ну, слава богу. Усилим. А это не подряд для Динамо. Нет, он сказал, что я только в Локомотиве буду играть. Так что... Ну, по игре. Потому что Динамо в первом тайме дурака валяли. А во втором действительно взялись. Ну, забили в 64-й. Да, да. Взяли в 94-й. В принципе, Динамо действительно в последнее время играет эта команда вторых таймов. Панч дальним забил, нет? Нет, панч забил, прострелил, Жозинью прострелил. Замкнул. Ближний угол. Красивый. Ну что ж, молодцы. Динамо. Динамо молодцы. Динамо впереди планеты FC. И даже выше, чем ЦСКА и Локомотив. Да. Чемпион и вице-чемпион. Я бы на этой суперкубка. Сейчас не об этом. А я об этом. Давайте идем дальше. Идем до Шпенглера. Идем дальше. Кубок да соль. Крылья Советов. Локомотив. Локомотив чемпион страны. Первая победа в гостях. 0-1. После розыгрыша Стандарта. Константин. Константин. 0 в графе. Первая победа. Ну, не очень. Учитывая, что сейчас Нобеля Рустамян с вами тренирует себя передачами. Такое усиление. Старт, откровенно говоря, если вы помните, и по прошлому сезону Локомотива был не очень. И слова Юрия Павловича Семина в Мигзоне были сказаны ключевые, что он доволен командой. Несмотря на то, что это был крайне сложный матч с удалением, если вдруг кто забыл. Доволен победой. Он доволен первой победой, потому что первая победа – это всегда сложно. Я надеюсь, что вот именно и в принципе все, скажем так, люди, которые близки к Локомотиву, они прекрасно понимают, что у Локомотива, в принципе, футболисты чуть ли не в последнюю очередь все вернулись после чемпионата мира. Это единственный клуб из чемпионата РПЛ, который первое место занимает по сборникам и по уровню игроков, которые заработали больше всего за чемпионат мира. И вот этот момент неподготовки и наоборот подготовки определенных игроков и сейчас играет, к сожалению, свою роль. То есть их вывели на пик, на чемпионат мира вывели на пик и сейчас естественный спа. В конце концов свой Локомотив как раз таки по прогнозам было на конец августа. И то, что в принципе и сейчас выиграл Локомотив, откровенно говоря, это прекрасная эмоция для болельщиков всех Локомотива. Да, и тем не менее, я надеюсь, что после этой встречи будет немного попроще, потому что всегда первая победа, первый забитый гол. Даже многие там считали, что около, сколько, очень большое количество минут. Ну, хотя я знаю, у Локомотива и больше серии были, они по 7 мячей могли забивать. Да, это вот первый мяч после чемпионского мяча Эдера, ворота Зенита, вот считайте, прошел более 5 матчей. Ну, надеюсь, что лед тронулся, как и поезд, и Локомотив в том числе. И вот новичок как раз таки забил. Переход Смолова в Локомотив. Нужен Смолов в Локомотив? Вообще, Олег, хотелось бы в целом... Значит, тогда Смолов забивает на Еврокарьеру, насколько я понимаю. Да, скорее всего, да. Это самое назвучивает, что еще собирается, но этот переход, это... Я думаю, что на сколько Локомотив заключил? На 4 года контракт подписан, но тем не менее, по словам Ильи Геркусова, Локомотив – это тот клуб, который сейчас будет играть в Еврокубках, который будет играть в групповом табе Лиги Чемпионов. По словам Геркусова. Да, и, соответственно, в принципе, я считаю, что это самое лучшее усиление у Локомотива. Это чемпион мира пришел, Криховик – победитель Лиги Европы, Федор Смолов – лучший бомбардир последних нескольких сезонов в Чемпионате России. Топовое усиление, которому тоже нужно время. Вот Криховик уже потихоньку раскрывается, забивает. Чемпион мира в другом. Хеведес – это чемпион мира сборной Германии 2014 года. А, защитник. 2014 года. И, соответственно, я считаю, что Юрий Павлович все минуты найдет место всем новичкам в составе и Локомотив по-новому раскроется. Не, ну мы понятно, мы-то трое уже определились, мы в Динамо. Найдет у тебя место Юрий Павлович в составе? Кому? Мне? Да. Ну, конечно. Ну, все, это самое главное. Кирилл, у нас остается только, в общем-то, тебя пристроить. Да, потому что программа «Все грани меча» ну, уже тоже надо как-то развиваться, там, зарабатывать уже в конце концов. Там много «Спартаков» тренируют, много команд, смотри, там. Ну, хорошо. Давайте, значит, мы уже плавненько переходим к центральному матчу-туру. Краснодар-Спартак. Если брать, как говорится, мою любимую статистику, то счет на табло, наверное, должен был бы быть совсем другим. Каким? Ну, я считаю, что 4-1 в пользу Краснодара. Это мое мнение. Парируй. Парируй. А парировать особенно нечего. Дело в том, что вот я много матчей «Спартака» не смотрел. Я посмотрел два первых тура, потом не смотрел… Нет, я даже посмотрел первый тур. Я не смотрел второй, третий, я не смотрел Еврокубки. Просто складывалось такое ощущение, что 1-0, 1-0, все с натяжечкой, с натяжечкой, с натяжечкой. Обыграли сильный клуб «Оренбург», кстати, о котором надо поговорить, потому что это такая неожиданность достаточная. И тут я смотрю после значительного перерыва, я смотрю матч целиком «Спартака» и «Краснодара», я просто ужасаюсь, в какой откровенно поганой форме находятся «Спартаковские» лидеры. Это касается прежде всего «Ари», это касается прежде всего «Промеса» и «Фернандеса». А «Ари» же играет в «Краснодаре». А «Ари», я сказал? Да. «Ари», кстати, хорошо сыграл. Нападающий наш-то? Завуешь? Лев, нет, Завуешь – молодец. А, Адриано? Да. Да, вот они люди, которые определяют игру «Спартака», они просто непонятно, чем они занимались на сборах. Учитывая, что они, по-моему, никто из них и не был в сборных, кто не играл. Нет, конечно. В сборных не играли, вот в Голландии не играли. В Голландии не вышло. А, хотя «Промес», подожди, он играл в товарищеских матчах. Может быть, что-то там играли, это не считается. И не видно игры, «Спартак» начал. Я надеюсь, у меня есть надежда на то. Ну, еще надо вот такой момент сказать, что Фернанс ушел сразу в раздевалочку, с тренером не попрощался. Да, после того, как его меняли. А это, понимаешь, это реакция игрока, хорошего игрока, у которого ничего не получается. Это вот видно, что у него ничего не получается, он злится на себя, на тренера, на все. Обстановка нервная. Несмотря на то, что победы есть, и есть очки. Берем со скрипом. Здесь, да, «Краснодар» переиграл полностью. По движению, очень хорошее движение было у «Краснодара», «Спартак» все время отставал не на полшага, а на шаг. Плотно никто никого не держал. Они разыгрывали и в середине поля, и в штрафной, все, что хотели. «Спартак» же давал массу свободы. Игроки были тяжелые, ноги тяжелые, не бегают. Я не знаю, что будет в следующем матче с «Динамо» мы играем. Да, мы об этом тоже еще поговорим. Резко прям так бах, уфу прихлопнуло. Я вспоминаю прошлый сезон, когда «Спартак» показывал очень хорошую игру в начале сезона. Но либо сводил матчи в ничью. Да, да, да. Постоянно сводил матчи в ничью. При игре очень-очень хорошей и качественной. Давайте не будем забывать, что чемпионский сезон «Спартак» 11 матчей закончил со счетом 1-0. Сейчас у «Спартака» уже из 4-3 победы 1-0. Лучше я бы с удовольствием поменялся. Я просто надеюсь на то, что в данном случае как-то иначе прошла подготовка. И «Спартак» будет набирать, как Костя говорил про «Локомотив», будет набирать по ходу турнира. Потому что сейчас это откровенно как-то что-то не то. Нет, «Спартак»-то, кстати, в прошлом сезоне наоборот мы стали терять. Мы концовку провалили. Отметьте еще вратаря, что на ноль сыграл он практически все матчи. Молодой-то наш. Максименко, да? Кстати, я, честно говоря, вообще не пропустил этот момент, когда он пришел в «Спартак». Он в дубль пришел в «Спартак». Ты из «Академии». Из «Академии», вот. Тогда понятно. Я в «Ультрансфере» не видел, чтобы он откуда-то пришел. Олег, еще такая статистика. В принципе, чемпион страны «Спартак» тот же самый. Он был два года назад откован от Лиги Европы, от Лиги Чемпионов, вообще от Еврокубка в целом. И сейчас по такому принципу идет «Зенит». Что у них представляется? Это Кубок России и сам чемпионат. Понятно. Для чего? «Зенит» играет в Европе. «Зенит» сейчас, да. Попадет он, он же должен «Мольды» еще пройти. Ну, если «Зенит» бил, то «Мольды» не пройдет. Кто-то когда-то не проходил, кто-то когда-то «Мольды». Ну, это что вспоминать, что было в прошлой «Мольды». Поэтому и в принципе «Спартак», если бы сейчас дальше прошел, кто знает, не прошел бы в Лигу Европы. То есть ты предлагаешь сейчас «Локомотиву» проиграть все пять матчей в Лиге Чемпионов и спокойно устремиться к чемпионам. Все группы пресендентов на чемпионство, они пока что все заняты в Еврокубках. Да. Ну и пускай. Кроме Ростова. Нет такого. Согласен. Давайте переходим к следующему матчу. «ЦСКА» «Арсенал». Счет 3-0. Ну, такой же, как и в матче «Динамо-Уфа». Только немножко сюжет другой. Ну, немножко сюжет другой. Жень, «ЦСКА» первая победа. Да у этих первый мяч, у этих первая победа. Первый мяч, первая победа. Кто там собрался, Сережа? Вообще, я не представляю. Вы как собираетесь становиться чемпионом? Первое, второе место. Играть в Лиге Чемпионов с таким составом, с такой игрой и с такими болельщиками? Не, ну они усиляются, усилят. «ЦСКА» усилят. У «ЦСКА»-то совсем другая ситуация. У них же состав-то, можно сказать, новый за последние 25 лет. До 31 августа еще купят. Ну, вот и поговорили мы с Евгением. Спасибо, Евгений. А теперь можно Евгении высказать. Женя, Женя. А теперь начальник транспортного цеха пускай стал. Да, транспортного цеха. На самом деле, было очень действительно нам тяжело в начале сезона. Да смотреть, нам было все же тяжело. Тяжело, правильно. Потому что 9 человек из основного состава покинули. Это все равно, что сейчас будет сидеть один Кирилл, допустим, на всей передаче. И вот он будет рассказывать о всех матчах. Он будет и вести, и отвечать, и пересаживаться. Кирилл это сделает легко. Только вы знали, за несколько месяцев вперед, что это произойдет. На самом деле, там не все произошло. Это не травма. Да, готовились. Готовились, конечно. И тут предложение пришло, и через день продали. Поэтому этим игрокам надо было сыграться просто-напросто. Арсенал, я вам хочу сказать, тоже не подарок. Вы посмотрите, как он играл в предыдущие матчи. Поэтому, что мы победили 3-0, показав при этом великолепную, как мне кажется, игру. И действительно, с пристрелом на будущее, видны потенциалы игроков, новичков, которые хотят играть, хотят забивать, и могут это делать, и могут обороняться. Пришли замечательные защитники, как мне кажется. Пришел полузащита прекрасная пришла. Особенно мне понравился последний Влашич, который пришел из Ньюкасла. ЦСКА нужен Вагнер Лав. До 31-го числа, я думаю, что еще, возможно, будет пара игроков. Ваша сестра красивая. Пара игроков. Пара игроков. Но я хочу сказать, что вот этому составу, который сейчас есть, я тоже сначала сказал, что будем бореть и переживать о том, что мы можем остаться где-то там, грубо говоря, в зоне Еврокубков. Но если ребят сыграются, потому что действительно они заталантливы, я думаю, что можем поединовать на что-то большее. Ну что ж, посмотрим, на что будут претендовать команды, потому что действительно сыграно всего лишь четыре тура. Делать какие-то выводы, наверное, нельзя, кроме одного. Я же еще не успел сказать про Зенит. Да, Олег. Я уверен, что тот ход, который набрала эта команда, Зенит чемпион. Подожди, Олег, пожалуйста. Все записали? Нет, подожди. Опять начнем. Еще раз. Костя, запиши. Зенит чемпион после четырех туров, которые мы увидели. В каком сезоне? В каком сезоне? В 17-19 году. Договорились. Записано. Итак, мы ждем нового чемпиона, правильно? И посмотрим, сработает ли, как это называется у нас, примета. Да. Да? Теперь по ЦСКА. Если раньше не помню, матч в один день, по-моему, шли и Спартака, и ЦСКА. Мне на два часа очень. Мне очень понравилось, как играла молодая ЦСКА, как она носилась. Мне понравилась наглость. Я просто наглость и лег с командой играли очень нагло. Кто забивал, кстати? Кто забивал до воды? Ну, шанс появится. Мне нравится ЦСКА. Я не знаю, как дальше пойдет. Возможно, знаешь, такой всплеск. Команды такой, да. Всплеск, а дальше потом опять. Но их еще дядьки не проверяли. То, что потенциал есть в команды, это очевидно, на мой взгляд. Дядьки, дядьки еще не проверяли ЦСКА, именно вот этот состав. Я поэтому тебе обратил внимание, что Арсенал, я тебе сказал, что Арсенал все-таки. Да, Крылья Совета, Енисей, показать, где эти команды в турнирной таблице. Неважно, Крылья Совета тоже не проверял. Енисей вообще плохая история. Да, это еще плохая история произошла. Ничего натянули ЦСКА. Да, да, да. Не надо, судья поставил пенальти, значит пенальти. Чего оспаривать? Все, я больше не хочу спорить. Тем более, мы уже все равно готовы смотреть турнирную таблицу, где Зенит на первом месте. Смотрим. Итак, Зенит. 12 очков. Как говорится, абсолютно стопроцентный результат. Спартах идет на втором месте, оступился всего лишь один раз, но, как говорится, Зенит далеко не отпускает. Вот сейчас барабанная дробь. Оренбург. Вот. На третью. Зависовый Костя. Оренбург и Динамо, два претендента на первое место. Да. Ну, дальше идет, я не знаю, эти команды. Краснодар, Динамо, ЦСКА, Рубин. Да, который сейчас пока у нас. Мы хотя бы на седьмом месте, хотя бы уже показались. Уже, да. Локомотив на девятом. Ну, вот эти вот победы, которые, да, одержали ЦСКА, Локомотив, позволили им подняться. Ну, и Урал, Урал и Енисей на последнем месте. Ну, это, как его, как их назвать-то, выходцы, Енисей выходец, да, у нас из первой лиги. А Анжи на выход, как говорят, деньги-то дадут? Да, пока сложно сказать. Анжи, понимаете, Анжи сейчас как раз-таки зарабатывает, то, что вот играет. Следующий как раз тур Урал Комотива с Анжи. Поэтому, видите, они не в зоне вылета, ну и, по крайней мере, три очка. А, кстати, Анжи не в зоне вылета. А если действительно команда вылетит и не может продолжить игру, да, в Арфейл дальше? Если она сыграла не меньше 25% матчей, то все результаты аннулируются. И со всеми командами 3-0 всем прописываются, если команды сыграли больше 25%. Тогда всем остальным туром. То ничего, просто результат аннулируется и все. А с ними игр уже не считаются. 3-0, ясно. А если больше, то игры считаются с ними 3-0. Считаются, да. С всем остальным 3-0 присписывается, да. Ну что ж, друзья мои, давайте посмотрим, какие матчи нас ждут в чемпионате России. Огонь! Пятый тур, потому что там будет, будет на что посмотреть, и не только на матч Арсенал-Ростов. Кстати, хороший матч. Ну, я про что и говорю. Тем более там играют. Урал-Ахмат, Рубин-ЦСК. ЦСКА будет очень сложно. Ну и, конечно, центральный матч тура Спартак-Динамо, Оренбург-Краснодар, Оренбург, напоминаю, на третьем месте, Краснодар на четвертом месте. Уфа-Зенит, два претендента на выход в Лигу Европы. Можете представить, Уфа и Зенит в этом туре сыграют после того, как сыграют с Глазго-Рейнджерсом и Смельде. Локомотив померяется с Анджи, и Енисей сыграет с крыльями Совета. Спартак-Динамо. Старейшее дерби страны, и не только нашей. Да. Ну, естественно. Переполнил стадион, в котором, да, и мы, и наши родители, и бабушки, и дедушки. Сереж, после Уфы, это не Спартак. Как собираетесь разбираться с этой командой? Будем так же играть, я думаю, свою игру. Будем надеяться, что Спартак еще, как Кирилл говорит, в разобранном состоянии, что он не соберется к 25 августа. Ну, стараемся дать бой, потому что помним прошлый год. А, кстати, где будете играть? На открытии аренны. А, вы в гостях играете? В гостях, конечно, да. Но мы на открытии арены выиграли последний матч, да? Да. По-моему, да. В прошлом году, решив у Лиги Чемпионов прямой выход. Да. Да, вы это сделали. Ну, теперь есть за что ответить. Это как Симаку будет ответить за Мельдой, ответить и так далее. Осадочек остался. Кирилл. Я. Я не знаю, какой тебе задать сейчас вопрос по Спартаку, потому что мы сегодня достаточно много уделили вниманию. Понятно, разобранность, понятно, какая-то игра, может быть, атмосфера, да, там тот же Фернандо ушел, не пожав тренеру руку. За счет чего Спартак все-таки в игре с Динамо возьмет три очка? И исключительно за счет эмоций. Я просто, я в этом не сомневаюсь. Исключительно за счет эмоций и за счет зрительской поддержки. Ни из-за чего иного мы сейчас, на мой взгляд, Динамо в классе не превосходим. Вот именно в данный момент Спартак не сильнее Динамо, как сейчас модно писать. Здесь и сейчас. Согласен. Если Спартак выйдет и станет играть так, как он играл в чемпионском своем сезоне, просто на разрыв аорты, тогда выиграет. А по составу Спартак Симаку? У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Алло, извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Это все хорошо, Спартак, Динамо, это... А почему не транслируют по шестому каналу? Да, да. Всякие хорошие... Это ничего не транслируют. Не показывают. Два итальянских матча транслируют. А Спартак, Динамо, в 17 часов не транслируют. Что это за дела? Постоянно такое. Полностью, полностью с вами согласен. Что это такое? Как после чемпионата мира, ерунду всякую. Енисей этот... Да, да, да. Спасибо, просто остается буквально... Видное ТВ пусть. Одна минута. Спартак, Локомотив тоже не показывали. Просто я знаю эту историю, не подписали контракт, не подписали договор между РПЛ и телеканалом Матч ТВ. Поэтому и не показывают. Матч вообще ничего не показывает? Нет, вообще ни одного матча. РПЛ ни одного матча. Нет, все-таки показывают. Почему-то не топовые матчи. Показывают. Я смотрел последний. А топовые не показывают. А топовые только по платным каналам. Они показывают 21-30, которые матчи. Мы тоже так же возмущены, как и вы. И нам приходится только сказать, что приходите на стадионы. Подписывайтесь на платные каналы, чтобы, наверное, не каждый может позволить. Хотя, извини, странно, после проведения чемпионата мира, когда весь народ смотрел не только нашу сборную, матчей, всю весь чемпионат мира. И тут раз главный спортивный и телевизионный канал прекращает показ топовых матчей нашего чемпионата. А радио «Спорт», который мы... «Спорт.ФМ». Там все бои без правил бесконечно транслируют. Это уже невозможно смотреть. Невозможно смотреть. И «Спорт.ФМ» радиостанция тоже после чемпионата мира закончила трансляцию. Жаль, жаль. И еще раз жаль. Друзья мои, давайте перейдем к Лиге Европы. Потому что уже в четверг две наши команды встречаются в квалификационном раунде. «Зенит» играет с «Мёльде» из Норвегии. Ну, а «Уфа» первый матч играет с «Лас Грэнгерс». «Мёльде» — это город Швеции вообще. Почему он норвегий? Нет, конечно, это норвежская команда. Ну, что вы, товарищи специалисты. А, переехали. Ну, конечно, они переехали. И все, как это, сто лет назад они переехали в Норвегию. И там выступает. Да, мы говорили. С «Симаку» есть, что доказывать перед «Мёльде». Есть. Есть. Вспомнит он, как это было. Да. Он же играл тогда в составе ССК, когда ему играли с «Мёльде». Конечно. Не очень удачно. И «Рэнджерс Уфа». Что? Тут все ясно. Там же это «Карагер». Все ясно? Там тренер тоже английский известный. Я не знаю, я не скажу. Итак, давайте, друзья мои. «Карагер». «Карагер». «Карагер» какой-нибудь. «Уфа» «Глазга». «Рэнджерс». «Уфа» дома не проиграет. Так они играют первую там. Первую там играют. Какая разница? А, я не знаю. Дома не проиграют. Дома не проиграют, а там не выиграют. Хорошо. 3-0. Я услышал. И «Зенит Молдзе» должен проходить. Согласны? Обязательно. Договорились. Итак, друзья мои, в следующий вторник мы будем обсуждать матчи Лиги Европы «Зенит-Уфа», которые сыграют своими соперниками. Мы будем обсуждать матчи пятого тура и, естественно, готовиться уже к основному раунду Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов. Ну, а пока болеем за своих. Пока. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok